И в продолжении темы цифровизации. Паспорт будущего представили в правительстве нашей страны. Из бумажного он превратится в электронный. Переход будет постепенный до 2023 года. Подробнее в сюжете Юлии Важениной. Предполагается, новинка будет выглядеть не так внушительно, как нынешний паспорт, но информации в нем будет на увесистый бумажник. Новый электронный документ – это пластиковая карта, чем-то напоминающая водительское удостоверение. Оно, кстати, тоже фактически будет находиться в новом паспорте. Здесь же будут данные с НИЛС, ННН, вся информация, которая есть в этом паспорте, включая и воинский, и миграционный учет. Все это будет записываться на специальные чипы. В главном документе даже биометрические данные и подпись. А значит, отпадает необходимость заполнять какие-нибудь анкеты от руки. При обращении все сформирует компьютер. Произошли много изменений. А в наш цифровой век вопрос оформления, получения, изготовления и использования электронного документа, он, конечно, наиболее актуален. Новый документ будет с голографической фотографией, криптографическим кодированием, QR-кодом. Все это защитит персональные данные. Подделать такое электронное удостоверение практически невозможно. А если вы вдруг его потеряли, то можно быстро заблокировать одним звонком в полицию или МФЦ. Обновлять документ нужно будет раз в 10 лет. Есть старшее поколение, которое мы понимаем, если не 100%, но 90% будут противиться этому. Это понятно. Поэтому человеческое отношение, прежде всего, работник МФЦ, который проконсультирует в доступной форме, окажется действием. В этом плане мы работаем. Чтобы все слои населения, все могли качественно воспользоваться новым видом электронных услуг. Реакция на новое введение пока разная. Абсолютно приветствуем, потому что это очень удобно. Как говорил Владимир Владимирович Путин, что должно быть в одно окно. Новое надо встречать все-таки. Все новое приносит нам лучшее. Можно чувствовать себя более защищенным в этом плане, потому что электронный паспорт вообще невозможно по нему. Никакие операции делать без самого, получается, обладателя данного паспорта. Я бы оставила свой паспорт. Можно. Мне так привычно. При этом приходят мысли, а что же будет, если я этот документ, допустим, потеряю, или он станет доступен каким-то не очень добросовестным людям. Не приведет ли это к тому, что придется восстанавливать сразу много всех документов, что это осложнит жизнь, а не угрозит. И поэтому хотелось бы, чтобы этот вопрос был очень-очень хорошо продуман, чтобы мы были защищены как можно больше, надежнее. Ожидается, что первые электронные паспорта получат москвичи через год. Но в любом случае заставлять менять бумажный паспорт на электронный никто не будет. Каждый сам решит, какой для него удобнее. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Бахсияр Велиев, Республика.